Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. По принципу правильного города в Барнауле появилась новая площадка для обсуждения застройки города. Лай из Лавония жители Власихи подали в суд на женщину, которая приютила в своем доме 17 собак. Мы встретились с хозяйкой животных. Впервые в истории Алтайский музыкальный театр представит свой мюзикл на театральном фестивале «Золотая маска». К 2035 году Алтайский край должен стать ведущим агропромышленным и экспортным регионом Сибири и Дальнего Востока. По крайней мере, это предполагает проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Документ сегодня рассмотрели на специальном заседании правительства региона. Стратегия была разработана и утверждена в первом чтении еще в 2019 году. Но пандемия и внезапные экономические трудности заставили правительство подождать с дальнейшим утверждением проекта. По словам губернатора края Виктора Томенко, теперь, когда ситуация снова стала устойчивой, можно дальше говорить о долгосрочных планах. Так, согласно документу, через 15 лет Алтай должен стать ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока. В первую очередь, ориентированным на экспорт. При этом представители и руководители производства, которые также присутствовали на совещании, отметили, если делать ставку на аграрный сектор, то необходимо всерьез задуматься о возрождении деревни и повышении качества сельской жизни. Ведь успехи невозможны без профессиональных кадров. Срочная потребность в строительстве и капитальном ремонте объектов социальной сферы – школ, детских садов, клубов, дорог, водопроводов и так далее – сохраняется. В таких, конечно, социальных условиях сложно удержать даже на высокотехнологичном производстве молодые семьи, не говоря уже о привлечении новых специалистов. Кроме того, для продукции самого разного рода необходимо находить новые, лучшие зарубежных рынки сбыта. А учитывая огромные расстояния, обеспечить нашим переработчикам транспортные льготы. Также залогом успеха назвали дальнейшее развитие экономических кластеров, цифровизацию экономики. В целом, согласно планам, объем экспорта сельской и промышленной продукции должен к 35-му году вырасти более чем в три раза. Объем инвестиций – более чем в два. Теперь проект стратегии должны оценить в Минэкономразвитии России. После чего его вынесут на обсуждение в Краевом законодательном собрании. Архитекторы, экологи и даже медики намерены озадачиться проблемой гармоничного соединения градостроительства и экологии. В Краевой столице запустили новый формат обсуждения вопросов разумной урбанистики, то есть принципов так называемого «правильного города». На первой встрече, которую посвятили зеленому каркасу Барнаула, побывала Анастасия Дороган. Ей слово. Добрый день, дорогие друзья. Камера-мотор. В Барнауле запускают новый формат – Urban Hub. Это очная дискуссия, а после – онлайн-беседы для всех заинтересованных. И на этот проект большие надежды – наладить диалог общественности с теми, от кого зависит облик города. Разговаривая с представителями других городов, мне говорят, что да что вы, в общем-то у вас-то все хорошо в Барнауле. Вы сравните с Новосибирском. С другой стороны, разговаривая с горожанами, люди говорят о том, что они сравнивают настоящий Барнаул с предыдущим. И люди говорят, что город существенно обеднел в растительности и в озеленении города. Зеленый каркас Барнаула – тема первой встречи. Ленточный бор вокруг города еще пока сохранен, но внутри – каменные джунгли. Зеленых уголков катастрофически не хватает, считают эксперты. В 80-м году у нас было 14 парков, и до этого дня дожили не все. Так, парк 50-летия СССР. Многие уже и не знают, где он был. Пересечение Павловского тракта Малахова. Сейчас 72% застроено, статус парка потерян. У огромного юбилейного отрезали больше половины, и это происходит со всеми зелеными зонами. И чем меньше деревьев и кустарников, тем больше неврозов и депрессий, доказано медиками. От чувства одиночества, от сенсорного шума, от ядрогенности информационной городской среды до каких-то более специфических моментов. Ну, допустим, освещение, продолжительность дня, климатические условия. Насколько все критично, эксперты еще только будут оценивать и займутся вопросом будущего. Как без ущерба для состояния жителя строить точечно, например, на площади Сахарова? Единственная надежда, что у этого дома будут первые этажи отданы под какие-то парковки, общественные здания, которые разгрузят транспортную нагрузку, ситуацию на это место, потому что сейчас с парковками здесь очень туго. По словам экспертов, застройка Барнаула подошла к финалу. Свободных мест для возведения объектов практически нет. И теперь уникальность и комфортность города будет зависеть от грамотной урбанистики. И над принципами правильного города должны думать все. Видео первой встречи Урбанхаба скоро появится в сети. А в будущем к обсуждению в режиме онлайн планируют подключить и рядовых жителей краевой столицы. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Новую поликлинику построят в Зональном районе. Старое здание, где сегодня принимают пациентов, находится в аварийном состоянии. Первые шаги на пути к большой оздоровительной стройке уже сделаны. В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. Этапы строительства накануне обсудили власти района, представители краевого министерства и депутаты Государственной Думы Александр Прокопьев. Лечить скрипучую лестницу и накладывать новую штукатурку в здании поликлиники села Зональное уже бесполезно. Это не поможет. Все скрипит, все валится, все рушится, сзади рушится, все построить новое. Еще в 2013 году первое построенное в Зональном районе многоэтажное здание признали аварийным. Даже капитальный ремонт, которого здесь ни разу не было за все 90 лет, ситуацию не спасет. Идет разрушение, постоянное разрушение фундамента идет. Вот там трещина уже фундамента, это начало. Масса предписаний о том, что нужно изменить то, изменить это. Но для этого нужно изменить конструктив здания. Начнем с той же самой лестницы, которая является частью конструктива. Это лестница на второй этаж. Площади кабинетов врачей, кабинетов специалистов, они не соответствуют необходимым площадям по САНПИДам. Двухэтажное здание однозначно снесут. Но прежде возведут новое, которое будет отвечать всем современным требованиям. Планируется, что стройка развернется на территории существующего больничного городка, где есть коммуникации и создана вся необходимая инфраструктура. Это у нас краевое учреждение, но вопрос общий и работа она будет общая. То есть понятно, что заказчикам работ, что деньги краевые, что это будет Минздрав. Но наша реальная практическая помощь и участие в этой работе, оно тоже будет абсолютно необходимо. Это вот в основном на первом этапе. То есть не только контроль, реальная работа. Несколько лет назад надежда на строительство новой поликлиники уже была. Возвести здание хотели в рамках краевой программы 80 на 80. Однако позже объекты списка исключили. Но в районе руки не опустили и продолжили добиваться своего. В этом году при поддержке краевых властей и депутата Государственной Думы Александра Прокопьева удалось реально продвинуться. Процесс запущен и мы нашли понимание в Минздраве Алтайского края и непосредственно у губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. И теперь главное объединить усилия. Сегодня мы посовещались, каким образом будем действовать дальше. И то, что называется «Жить этой стройкой» от первого колышка до ее финального завершения, до его открытия. Уже выделены деньги на составление проектно-сметной документации. Эта работа начнется в 2021 году. При этом нужно понимать, что расчеты, экспертиза проекта, определение подрядчика потребует немало времени. Где-то к маю-июню у нас определится проектная организация. И к концу 2022 года мы планируем получить уже готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы, чтобы в 2023 году отыграться на подрядные работы и начать строительство. А между тем, оздоровление медицинских учреждений в Зональном районе уже идет. Недавно после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Здесь заменили коммуникации, установили пластиковые окна, появилась новая мебель и медицинское оборудование. Работы проводились в рамках национального проекта здравоохранения. Как вам? Здравствуйте. В такой атмосфере работается? Приятно, конечно. Ну да. Здесь прям классно сделали. Ремонт прям очень здоровый. Деткам нравится и нам. Представление о медицине в Зональном районе меняется. В этом году почти на 16 миллионов рублей отремонтируют терапевтическое отделение больницы. Закупят новое диагностическое оборудование. И сейчас появилась не надежда, а уверенность в том, что и поликлиника действительно будет построена. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. С сегодняшнего дня из кранов с горячей водой у жителей Барнаула может бежать зеленая или голубая вода. Поводов для беспокойства нет. В городе до 31 марта будет проходить проверка теплосетей на герметичность. В СГК подчеркивают, зеленый краситель уранин-А полностью безопасен для человека. Он-то и позволит выявить место утечки. Если из крана вдруг побежит зеленая вода, значит необходимо об этом сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Барнаульской теплосетевой компании. Если вода зеленая, значит теплообменник неплотный и происходит смешивание сетевой воды с горячей. Жители барнаульского поселка Власиха вышли на тропу войны с соседкой, которая держит в частном доме 17 собак. Людей это не радует, говорят, задыхаются от зловония, устали засыпать под протяжный лай. Не так давно местные жители подали на собачницу в суд и уверены, что выиграют дело. На чьей стороне правда, расскажет Валентина Аскерова. Он родился в садоводстве от бродячей собаки. Целая стая там была. Но вот всех пристроили, а он самым большим был, я так поняла, в помете, и его никак не могли. Анна сжалилась над псом, и вот уже 4 года серый не бродячий, а домашний. Впрочем, как и другие 16 питомцев. Пес Павлуша замерзал на автозаправке, Филю выбросили хозяева. Животным со сложной судьбой Анна находит приют. Все происходит само собой. Ну вот как-то так сложилось, их прибавлялось и прибавлялось. Собак вплоть до того, что вешали в пакете. Маленькая собачка там бегает, снималась здесь с дерева. То есть в морозы повесили на дерево, тоже в пакете, в наволочку завернутые щенки. Вот так росла собачья семья. Женщина стерилизует животных, кормит. Говорит, на питание ежедневно уходит 600 рублей. Анна официально не работает, помогают волонтеры. Они же и пристраивают собак по возможности, но взрослых практически не забирают. Четвероногие не кусаются, но постоянно лают. В прошлом году соседи устали от собачьего гула и подали на женщину в суд. Прокурор требует, чтобы всех собак я вывезла за собственный счет со своего участка, почистила, убрала за ними, чтобы участок был пуст и идеально чист. Но вывезти-то их куда? Их некуда вывозить в поля. То есть куда я их отдам? Кому? Были бы желающие, я бы с удовольствием. Но не берут люди собак. Ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Вариант вывезти собак в приют для животных ласка, но там все равно. Их выпустят на волю, уверена Анна, ведь псы стерилизованные и здоровые. Но соседи сердобольной женщины это не волнует. Это представьте, с утра до ночи гавкают и все. И вот эта вонь сейчас весной начнется. Сейчас вот у нее, если будут привозить ближе к весне опять ящики с мясом совсем подряд, то это будет опять же вонять, тухнуть. И плюс дети, если ходят сюда вот на площадку гулять, они не могут назад периодически нормально заходить. Потому что они могут здесь лазить. По заверению депутата Гордума Юрия Ряполова, хозяйские собаки, самовольно гуляющие по улицам, зона ответственности Управления по ветеринарии и Россельхознадзора. Последние вправе штрафовать нерадивых владельцев. Правда, сумма довольно символичная, в пределах тысяч рублей. Этим не напугаешь, поясняет, нужно строже контролировать владельцев собак. Надо бы более активно Россельхознадзору штрафовать нерадивых, потому что сплошь и рядом делают что? Отпускают на ночь погулять, отпускают днем, а она не кусается. Но я повторяю, откуда этот ребенок знает, если на него бежит собачка больше, чем сам ребенок, откуда он знает, кусается она или не кусается. По правилам собаки не должны покидать пределы хозяйского участка. Но у Анны животные свободно гуляют. Посадить их насильно в вольер или на цепь сложно. Многие псы пугливые. Так одного из четыроногих женщина не может даже погладить. Уже три года пес близко не подпускает. Анна уверена, что суд она проиграет, и ее заставят вывезти собак в никуда. Женщина надеется, что к этому времени найдет средства на переезд, чтобы больше никого не тревожить. Куда-то в сторонку, чтобы никому не мешать, но в принципе дать им дожить свою жизнь в семье. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Порядок зачисления абитуриентов в российские вузы в этом году изменится. Правила касаются поступающих на бакалавриат, специалитеты и в магистратуру. И, как выяснилось, в приемной кампании 21-го года нововведений немало. В этом году подать документы можно как лично, так и направлять через портал госуслуги или информационную систему вуза. Вступительные испытания могут быть по нескольким предметам на выбор поступающего. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, какой из предметов он сдал лучше и предоставит нужный результат ЕГЭ. Так вузы смогут отобрать лучших абитуриентов, а у поступающих появится больше возможностей. Конечно, у детей есть выбор. Детям будет лучше. Как будет вузам сказать пока сложно, потому что это зависит от того, как сработает информационная система, как будет происходить выгрузка, загрузка в федеральную информационную систему. То есть, ну, от технических вещей. Пока мы не знаем, хорошо ли это, плохо. Но можно предполагать, что вырастет проходной балл и средний балл ЕГЭ соответственно. Если раньше конкурсы проводились отдельно по каждой специальности, то теперь вузы смогут провести единый конкурс по нескольким родственным специальностям. Это позволит отобрать абитуриентов в целом на факультет и уже в процессе обучения делить их по профилям. И это еще не все. В одном вузе можно будет выбрать от двух до десяти направлений для поступления. Абитуриенты в списке поступающих не увидят свои фамилии. Их заменят на номера СНИЛС. Это необходимо для того, чтобы защитить персональные данные несовершеннолетних. С этого года вузы смогут проводить дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. К примеру, если в последней неприемной комиссии кто-то забирает документы, университет может зачислить следующего в списке абитуриента. Список поступивших на сайте вузы обязаны обновлять не менее пяти раз в день. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. У школьных шеф-поваров появилась своя профессиональная номинация. Сегодня в Барнауле прошел первый в истории края конкурс таких специалистов. И за этими поварами жюри следило особенно щепетильно. Нужно было проверить не только выполнение технологий, но и адаптацию под детское питание и грамотное использование продуктов. Необходимо приготовить из самых простых продуктов, из самого простого сырья, но продукты, блюда непосредственно, которые будут по вкусу детям. Несколько часов работы, джентльменский набор продуктов и получились вот такие красочные блюда. В первом подобном региональном конкурсе участвовало 17 школьных поваров, до финала дошли пятеро, им необходимо было приготовить второе и десерт. Эксперты отрасли тщательно дегустировали блюда, однако для школьных поваров, как сами признались, главное не победа, а обмен опытом. А что касается желания работать, то с этим полный порядок. Физически может быть и тяжелое, а вот желание работать очень, это прям мне прет охоту, охота, охота, и все. Ну, мне нравится. Тяжеловато, но нравится. Можно работать, не можно, а нужно. Сегодня по всей России, в том числе в нашем крае, отмечают праздник, который непосвященным может показаться скучным. Но от сотрудников данной сферы зависит сохранение памяти и уникальных исторических данных о миллионах соотечественников. О работниках архивов и новых возможностях в изучении истории предков, которые заселяли Алтайскую землю, в сюжете Андрея Дрейра. Родился, женился, крестился. В этих бумагах заключены жизни обитателей Алтайского горного округа, Алтайской губернии, Алтайского края. Метрические книги разных столетий могут рассказать историю жизни ваших предков. Например, архивариус Елена Маскаль отследила свою родню до 13-го колена. Но чтобы не утонуть в объеме казенных документов, нужно быть подготовленным к погружению. Когда человек приходит неподготовленный и начинает составлять родословную, то он очень сильно теряется, он не может сфокусироваться. Мы предоставляем сведения о каких-то людях, говорим какие-то фамилии, какие-то события в жизни. И человек не может понять, его это родственник или нет. Потому что очень сложно вот так сходу, погрузившись в огромный объем информации, документов, определить, идет речь о ваших родственниках или нет. Чтобы найти своих, нужно знать ответы на три вопроса. Как зовут? Какое событие произошло? И где? С моими родственниками не все так просто, как казалось бы. Они на самом деле были сосланы сюда с Украины во время Великой Отечественной войны по национальному признаку. Они немцы. То есть здесь о них информация не должна храниться. Эта информация хранится в ГУВД. Но если их обвиняли по 58-й политической статье Советского уголовного кодекса, то здесь я тоже могу найти о них какую-то информацию. Здесь не нашли, придется делать запрос в ГУВД. А искать в архиве становится все удобнее. Документы постепенно оцифровывают. Причем вечную электронную жизнь дарят только тем бумагам, которые востребованы. А те, что не запрашивают, так и остаются только на полках. Около тысячи дел в год переходят в цифру. Пока работать с ними можно исключительно в читальном зале архива. Но скоро выход в мировую сеть. Завершается опытная эксплуатация портала архива Алтайского края. Внедрение мы ожидаем для открытого доступа пользователей. Где-то в апреле, возможно в мае. Там будет решена задача предоставления удаленного доступа. Электронных образов документов. Но это будет платная услуга. А пока знайте, к походу в архив нужно подготовиться. Случайному прохожему прикоснуться к документам лет минувших не позволят. Нужно написать заявление на имя директора, заполнить анкету, прийти с паспортом. А посмотреть документы о подданных Российской империи можно только по предварительной записи. Конечно, из-за короны. Сегодня труппа Алтайского музыкального театра представит в театральном фестивале «Золотая маска» мюзикл «Капитанская дочка». Номинантом премии театр стал впервые и отмечен сразу в 10 номинациях. В том числе за работу режиссера, композитора, художника по костюмам, женскую и мужскую роли. До спектакля нам удалось по телефону пообщаться с пресс-секретарем Алтайского музыкального театра Викторией Белоусовой. Мы ходим за все 10 номинаций. Победители «Золотой маски» станут известны в апреле. Именно тогда будут подведены итоги Всероссийского фестиваля. А нам остается пожелать труппе театра удачи. И переходим к следующей теме. На ребят посмотреть и дать нужные советы. В Барнаул приехал старший тренер юниорской сборной России по гребле на байдарках и каное Константин Вишняков. Это уже не первый его визит на Алтай. Он следит за новым поколением наших гребцов и довольно часто отбирает их в сборную. Что дает попадание в ее состав и есть ли надежда, что юниорская сборная России будет тренироваться и в нашем крае, расскажем прямо сейчас. Вокруг не водная гладь, а стены тренажерного зала. Но каждое движение спортсменки отточено. Чтобы попасть на всероссийские международные старты, в новой звездочке алтайской гребли Софии Штиль приходится часами работать в зале. С тех пор, как папа 9 лет назад привел ее в этот спорт, влюбилась, задержалась и начала побеждать. План на этот год отобраться на Европу и мир, первенство. И там занять призы. Быть в тройке. Это как минимум. Вообще лучше, конечно, чтобы первое место было. А вот Владлен Ушаков в международных стартах уже участвовал и завоевывал награды. Попадание в состав сборной считает огромным и важным опытом. Это очень важно для спортсмена, который стремится к серьезным результатам. Пройти через генерскую сборную обязательно. У меня поменялось сознание немножечко. Вообще отношение к спорту. Я думал, вот я сейчас потренируюсь и выиграю. Но тренируются все, и в сборной тренируются все. А выигрывают. Победитель всегда один. А что нужно, чтобы быть победителем? Ты понял? Да, понял. Надо думать. Мне тренер всегда говорит, что нужно думать, как победитель. А победитель всегда один на пять, повторяюсь. Поэтому нужно просто мыслить иначе. Не так, как все. Чемпионом может быть каждый. Поэтому нужно смотреть и правильно проводить отбор, чтобы увидеть ту самую звездочку, которая непосредственно, может, где-то еще не зажглась. Именно такой подготовкой и занимается Константин Вишняков. Когда приезжает на Алтай, делится своими знаниями и навыками и с юными спортсменами, и с тренерами. Он интересуется, кто какими методиками спортивной подготовки у нас и владеет, и применяет ее при спортивной подготовке. То есть в тренировочном процессе подсказывает, как лучше. Отсвеживает, кто у нас набирает, скажем, такую силу молодые спортсмены. И у него есть возможность таких спортсменов наблюдать за ними и затем по их спортивным достижениям приглашать в эту команду юниоров. Совсем недавно у сборной края по гребле была возможность тренироваться в Краснодаре вместе с юниорской сборной России. Константин смог оценить подготовку спортсменов и помочь разработать их планы. Кстати, есть надежда, что когда-нибудь юниорская сборная страны будет тренироваться и на Алтай. У вас хорошая лыжная трасса, а лыжная подготовка – это непосредственно для нас очень приоритет, особенно зимой. Мы уже около четырех лет ездим в Казань, хотелось бы сюда приехать. На какую базу из них, пока не знаем, но нужно будет проработать этот вопрос. Уже 12 марта самые сильные спортсмены Алтая вновь уезжают на сборы в Краснодар, где и начнется усиленная подготовка уже не на тренажерах, а на воде. Ко всероссийским стартам, первые из которых состоятся в начале апреля. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд до погоды спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...